Всем привет! Сегодня я расскажу, как разобрать и почистить двухдонные ситца. Подобными ситцами комплектуются очень многие кофеварки, такие как Зелмер, Крупс, многие китайские бренды комплектуют вот такими ситцами. Даже у Гаджи есть ситца с двойным дном. В большинстве случаев через время такие ситца перестают пропускать кофе. Все потому, что в этих ситцах накапливается кофейная гуща от мелкого помола, скапливаются кофейные масла, которые потом застывают, наслаиваются и, собственно, потом уже препятствуют тому, чтобы вода нормально проходила. Принцип работы таких ситец довольно простой. Основная корзина делается с одним маленьким отверстием, а потом поверх впрессовывается еще вставочка с большим количеством отверстий. Между ними образуется пространство небольшое. Вода, проходя вместе с кофем, продавливается здесь легко, а на выходе создается давление. Такое давление нужно для того, чтобы вода не проходила быстро и успела пройти экстракция кофе в этом ситце. Сегодня я покажу, как это ситце разобрать. Потому что у многих случается проблема, когда ситце забивается, приходится искать какие-то альтернативные способы, чтобы его почистить. Но практически все эти способы дают эффект ненадолго. То есть полной чистки не сделать. Очистить его можно только если полностью разобрать и снять вот этот диск. Что мы будем делать? Мы разогреем ситце полностью над свечой, либо над газовой комфоркой. После этого мы возьмем его, допустим, прихваткой и на какой-нибудь деревянной поверхности будем его просто лупить, чтобы от ударов вот это вот дно начало смещаться и выталкиваться. Начнем. Для этого нам понадобится. Свеча, плоскогубцы. Например, кухонная доска, чтобы по ней бить. Ну и прихватка. Зажгли свечку. Берем ситце, плоскогубцы. И греем. Греть нужно очень хорошо. Не бойтесь, что от пламени оно может потемнеть. Оно такими и останется. В процессе разогревания металл расширится. И этот вставленный диск, прессованный, можно будет легче выбить. Бывает, не всегда с первого раза удается выбить это дно. Поэтому пробуйте еще раз, прогревайте лучше. И оно обязательно получится. Примерно сейчас оно уже хорошо прогрелось. И теперь, взяв так, хорошенько лупим. О, как видите, по чуть-чуть, и она уже поддалась. Ну, это ситце я недавно чистил. Поэтому оно вполне чистое. Ну а так, в принципе, тут очень много масел скапливается. Также от использования очень мелкого помола. Он проходит, крупинки проходят через эти отверстия и остаются здесь. Тем самым забивая все здесь. И делая дальнейшее использование его очень трудным. Поэтому у вас, допустим, ухудшается пенка. Даже бывает такое, что помимо рожка начинается пролив. Потому что невозможно продавить сквозь ситце. Поэтому после разбора здесь все стоит отмыть хорошенько. Здесь тоже хорошенько щеткой отмыть. Потому что бывает, что остаются в углублениях остатки масел. И если прополоскать, оно будет недостаточно. Можно зубную щеткой хорошенько прочистить. После того, как вы помоете, в принципе, можете и не греть. Достаточно его будет сюда же поставить. Вдавить, насколько это получится, пальцами. Вот. Оно может станет чуть-чуть неровно. Додавите, сколько сможете. Если дальше вы не просунете, и видно, что оно еще до конца не углубилось, тогда можно чем-нибудь деревянным, брусочком каким-нибудь поставить. И сверху молоточком по этому брусочку. И немножечко припрессовать его. К примеру, вот такой вот отверточкой поставим сюда пару ударов. и оно на своем месте. Все, теперь оно как новое. Его можно использовать и в дальнейшем точно так же чистить. По такому же принципу действия работают и такие ситца на одну порцию и, допустим, на таблетированный кофе, на чалды. Точно таким же образом, если они забиваются, их можно разогреть и ударами повыбивать вот эти вот вставочки. и точно так же почистить. Поэтому пробуйте, если есть вопросы, задавайте, пишите в комментариях, ставьте лайки.